Я думаю, все прекрасно знают это прекрасное шоколадное драже с арахисом внутри. ММДЭМС. И сегодня я куплю 100 пачек. И новый халат. И хочу это сделать не потому, что я очень голодный, а потому, что я хочу провести очень важный эксперимент. Внутри этой пачки находятся разноцветные драже. Я был бы абсолютно равнодушен к этим драже, если бы не одно «но». Меня безумно интересует один вопрос. Какого цвета драже все-таки больше? Вот сейчас я открыл маленькую пачку. И здесь как бы, ну вот, сейчас подведем такой итог. Оранжевых 5, красных 4, шоколадная 1, синих, зеленых вот 3-4. Чтобы вы понимали, еще существует желтый, их здесь нет. Но это же не значит, что желтых не существует. И это же не значит, что коричневая всего лишь одна. Это всего лишь рандом. Потому что это всего лишь одна пачка. А в этом эксперименте я предлагаю купить целых 100. И причем не вот таких вот маленьких, а больших. Так, мы это все распакуем и выясним, какого цвета все-таки больше. Пока я ходил в магазин, я нашел еще кучу разных сладостей. Держите, что вы встали. Короче, я ходил по магазину и нашел еще кучу различных сладостей, которые имеют разные цвета. И я решил, почему бы нам не узнать, сколько какого цвета в каких сладостях. Итак, у нас есть дирол. Она даже называется фруктовый рандом. То есть здесь цвета все распределены в максимально рандомное. Также тик-так. Здесь есть как минимум три разных цвета. Так вот, какого из них больше? Вот если так смотришь, по-моему, желтого. Также у нас есть желейные мишки Харибу. Самое прикольное, что написано золотые мишки, но они, блин, разноцветные. Скидл. На самом деле, они мне всегда напоминали ММДМС, только потому что визуально они отличаются только тем, что здесь написано С, а на ММДМСе М. Ну а по вкусу они, конечно, очень сильно отличаются. Но тем не менее, какого цвета сколько. Ну и самое главное, самое важное, что мы подготовили для этого сегодняшнего видео-ролика, ММДМ! Ура, ММДМ! И как вы заметили, мы взяли самую огромную пачку, чтобы орешков было больше всего и результат был объективнее всего. Чтобы мы тут замучились до утра. За то, сколько лет мы будем еще впереди питаться вот этим вот. Почти 40 килограмм, чтобы вы понимали. Наверное, настал самый важный момент. Кто возьмет Тик-Так? Я! Я думал, все захотят Тик-Так. Я не роллбан. Я хочу скитлс. Я тоже хочу скитлс. Я хочу скитлс. Мишка Хариба на кону, кто берет? Еще второй. И самое главное, это ММДМС. 40 килограмм ММДМСа. Получается, остался я и кто-то мне по-любому еще нужен. Ну, я и неудач, получается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Скидлс мойкин. Впереди нас ожидает бурное перебирание сладостей. Сколько займет это времени, пока что совсем непонятно. Я надеюсь, к завтрашнему утру мы закончим. Как будто 40 килограмм перебирать не быстро. И самое главное правило, которое нужно соблюдать всем, ни одна единица этих сладостей не должна оказаться во рту. Потому что нам нужен объективный результат. А потом можно. А потом можно. Пора. Никогда так много тик-така не было у меня. Похож на колбасу. Ух! Да! Ха-ха-ха-ха. Будет, наверное, очень тупо, если в конце этого эксперимента окажется, что в нашей команде есть дальтоники. И каких-то цветов действительно будет очень сильно преобладать. Узнаем, сколько цветов в тик-таке. Всего получается 3 цвета. Меньше всего здесь оранжевого. Но так ли будет, когда я разберу все 100 пачек? Как я уже говорил, тут вроде бы все цвета нарисованы. Но верить вот так просто нельзя. Нужно все лично проверять. Потому что, ну как бы мы экспериментаторы-проверяльщики. Высыпаем, все перебираем. Вуаля! Все цвета, что присутствует, скитался. Ну и все, я начинаю. В отличие от остальных ребят, мы решили вывалить все пачки разом, чтобы потом просто сидеть и разбирать этих медведей. А теперь мы поставим колбы и будем фасовать их по колбам. Я уже как бы знаю, сколько цветов в ММДемсе, поэтому мы подготовили здесь 6 таких колбочек, которые мы сейчас и начнем перебирать. О, господи, вкуснотища. Смотря по первой пачке, по-моему, вот всех цветов реально плюс-минус одинаково. Но в таком маленьком масштабе это действительно неощутимо. А когда мы будем смотреть на все это вот в этих колбах, потому что вот эту вот маленькую-маленькую разницу можно будет увидеть только в большом объеме. Берем большой объем и начинаем все это перебирать по быстренькому. Ну как по быстренькому, как получится. Серега, признавайся, что ты съел? ММДМС? Стой, это тик-так уже, да? Да, это тик-так. Сейчас я решил засечь, за какое время разбирается одна пачка тик-така. 38 секунд! Это получается, что примерно через 58 минут я закончу разбирать вот это. И вот мы с ребятами вскрыли по 6 пачек, наполнили по 6 стаканов, и очередной результат сейчас меньше всего желтых. Это очень нелогично, это же яркий цвет. Я думал будет, я реально думал, что его будет больше всего. Если присмотреться, то красный здесь вот просто разного цвета. Есть немного тусклый красный, есть ярко-красный. Если присмотреться, то где написано новинка, то красный он прям ярко-красный. Но у тех пачек, у которых этого не написано, красный менее красный. Я так не могу громко. А пахнет, как... Вы снимать мешаете? Но вкусы здесь... Поэтому тусклый красный и ярко-красный я буду сыпать в одну колбу. Если у меня сейчас здесь 3 разных цвета, но белых больше, а написано про вкусы, а не цвет, получается в белых получается 2 вкуса. И если мы поделим наполовину, то получается это столько же, сколько вот желтых примерно и розовых. Половину белых. Получается, всех 4 вкуса будет примерно одинаковое количество. Завершающие 2. Все, у меня готово. Если учесть, что в белых 2 вкуса, то получается, всех жвачек порованы, каждого вкуса. Но по цвету, как вы видите, конечно же, белых больше. Могли как бы и разориться на еще один какой-нибудь цвет. И было бы 4, было бы красочнее. Нет, они вот... Что ж, невооруженным взглядом видно, что желтого цвета здесь меньше всего, получается. Он проиграл. Но вот что с оранжевым и красным, так сразу не поймешь. Но если их поставить ближе друг к другу, то мы можем заметить, что красного чуть-чуть, совсем немножечко, но все-таки больше. Ну и получается, выиграл красный цвет. И я с ним хочу сделать то, о чем мечтал, наверное, каждый. Засыпать очень много конфет в рот. Чтобы высыпалось, да, с вашей стороны? Ммм, как вкусно. Ммм. Будет, наверное, очень тупо, если в конце этого эксперимента окажется, что в нашей команде есть дальтоники и... Теперь у нас будет оранжевый. Интересно, а сколько вот желтого в итоге получится? И почему желтых здесь два? Это же оранжевый. Я не про этот. Вот слева желтый и справа от оранжевого тоже желтый. Вот почему? Вот этот? Ты вот про это? Смотри, вот это оранжевый, вот это желтый и вот это желтый. Почему же ты дальтоник? Один желтый, второй оранжевый. Это два желтых, боже мой. Сейчас мы свалим всех медведей в эти колбы и проведем небольшой эксперимент. Перемешаем этих медведей немножечко. Мы перемешали всю эту гору. В колбах примерно одинаковое количество медведей. Для того, чтобы понять теорию вероятности, сколько, каких медведей больше, я просто возьму рандомную кучку и разберу ее по цветам. Итак, мы посмотрим, сколько, каких медведей больше. Итак, мы разобрали кучку медведей. Вот такой результат. Светло-оранжевых больше всего, потом идут зеленые, потом идут белые, красные, темно-оранжевые и желтые. То есть, получается, их здесь должно быть не одинаковое количество, поэтому. Я их начал считать, и знаете, что я понял? что это полный рандом. То есть тут, тут постоянно чего-то больше. То бывает больше желтых, то оранжевых, то фиолетовых, то зеленых. Ну, человек какой-то сидит и вот так вот и складывает. Просто по горсти, так сказать, этих конфеток. Я думаю, угадать тут точно невозможно. Степа, как дела? Пойдет. Мне кажется, мне кажется, тебе плохо. Я ставлю на то, что коричневого будет меньше всего, потому что это самый некрасивый цвет. А красного или желтого или другого яркого цвета будет точно больше. Ну, я никак не мог этого не сделать. Но здесь осталось порядка 30 пачек, наверное. Мы решили немножко создать интригу, и мы будем высыпать это все в коробку. И когда мы уже вскроем все пачки, мы пересыпем это все одновременно туда и узнаем, какого же все-таки цвета больше. Сейчас мы подведем итог. Шестое место, это белый цвет. На пятом месте у нас будет желтый цвет. На четвертом месте у нас красный цвет. В третьем месте у нас идет бордовый цвет. На втором месте зеленый. Первое место у нас завоевывает оранжевые медведи. На все это потратили мы времени 90 минут. Ура! Можно есть медведей. Ну не все, ну ты что, мне еще всех кормить. Хватит ржи зеленого. Никогда не ел зеленых медведей, спасибо. Барабанная дробь. И... А теперь у нас получился вот такой результат. На самом деле результат получился не такой уж и очевидный, но если вот прям приглядеться прям очень-очень сильно, то видно, что зеленого больше, чем всех остальных, а желтого меньше всего. Уберем всех остальных участников. Разницу очень хорошо видно. Получается, ты закончил эксперимент, их можно есть. Блин, я только хотел. Я думал, вы не заметите, я быстро все съем. Пацаны, скитлз можно есть! А я предпочитаю радугу. Это звук льва. Ну что, ребят, мы наконец-то закончили разбирать ММДЭМС, и я предлагаю из этих коробочек его поместить в наши цилиндры. Пока что лидирует красный. Ну, слушайте, сейчас их более-менее разровнять вот так. Ну, начнем с того, что визуально если смотреть, то разница, если она и есть, то она минимальная просто. Чтобы объективно подвести итоги, мы используем невероятные технологии. Лазерный уровень. Лазерный уровень. Итак, что мы видим? Лазер касается желтых, это значит, что их больше всего. А теперь опускаем и смотрим. Так, на втором месте у нас оранжевые, теперь коричневые на третьем месте. Потом идут зеленые, красные и меньше всего синих. Я предлагаю взвесить желтые и синие и увидеть разницу. Так, ну а теперь взвесим. Синие 8 килограмм 400 грамм. Желтые 8 килограмм 850 грамм. Ну что? Разница, между прочим, в целые 450 грамм. Это же очень много. Ну, с другой стороны, при объеме в 100 пачек, это типа и не так много. Но тем не менее. Но больше, чем одна упаковка. Это больше, чем одна упаковка. Полторы упаковки. Разница в целых 450 грамм. А это вес одной пачки. Вот такой вот необычный эксперимент мы сегодня провели. Я надеюсь, вам понравилось. Это была рубрика, сколько чего-то в чем-то. Если она вам нравится, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Спасибо!